всем привет с вами канал все для огорода так что у нас здесь клубничка растет периодически поливаю поливал в прошлый раз мелом то есть разводил мел и немножко и подкормил кальцием вот а вчера купил кальцию селитру буду подкармить кальцием селитры чтобы они росли значит оставляем на клубнике первую розетку остальное дело обрезаем выбрасываем то есть первая розетка на клубнике всегда продуктивная то есть на ней на будущий год будут ягоды вот здесь я прокосил здесь у меня чеснок росла и вот разная сурная трава здесь хочу сделать перекопать вот то есть сначала лопаты выкопаю перекопаю здесь кое-где есть чеснок выкопаю чеснок и потом и прокультивирую и добавлю силосу сюда вот и также закрою поле пленкой черной и буду высаживать эти розетки от клубники единственное что надо пометить здесь все три сорта здесь вот от меня здесь пять кустов альба потом четыре куста крымская идет и три куста клэри вот или три куста ну чем столько видите сколько у них детишка на нарастала то есть эти усы растут вот их надо обрезать вот видно что уже усы не дают и они уже тоже растут от усов вот так лук здесь не растет буду надо где про полку заниматься вечером буду получать сейчас сейчас пополоть не буду я сажал до этого не было как только я мелом попалил и сразу трава папа поперла сюда здесь у меня огурцы растут вот такая шпалера деревянная высотой 210 на верхней планке набиты гвозди и саморезы и закреплена это шпалерная сетка которая куплена с одной стороны старая стоит а с другой стороны новая новая покупал шпалерную сетку вот для огурцов огурцу ему же как бы их не так много потому что они не совсем большие вот как они дотянутся где-нибудь вот ведь они уже начинает виться постоянно их надо подвязывать то есть надо заматывать брать вот так брать и заматывать то есть братью так и чтобы они вот вокруг сетки крутились вот здесь у нас длинноплодные огурцы это изумрудный поток 2 а так в основном мелковатые таки я уже здесь 4 огурца съел 2 длинноплодных съел вот и и и таких съем но смотреть где там огурчики то что-то жара пчелок и совершенно не видно куда не подевались надо опять медом побрызгать вот чтобы привлечь насекомых надо взять несколько листиков порезать помять немножко ложку чайную меда и воды на литр воды и брызгаем прям по этим листьям брызгаем для привлечения насекомых то есть пчелки они будут лететь на запах этого меда и буду вам опылять огурчики вот понятно да ребят снимаю что могу конечно может быть не очень-то интересно я смотрю меня просмотров максимум 30 человек смотрит больше никто не смотрит народ не прибавляется я уже здесь как бы траву эту дергал но потом еще раз подергаю так нет огурцов огурцы там есть огурец 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 вот и вышел вот ведь он закручивается надо кальций ему добавить то есть или кальцию селитру полить кальциевой селитры или мелом или можно пушонка даже вот видите такой крючкообразный ведь огурец есть не значит там может быть еще есть надо здесь мне про полку сделать опять еще раз будем щупать как кур щупает ой я еще один нащупал еще один какой-то маленький ну ладно маленький тоже пойдет вот такой чуть еще по вроде большой а сорвала маленький так он здесь что-то плохо растут они с этой стороны с южной все блин ты лучше здесь вот капельный полив бутылка надо будет налить воды туда в ней здесь я ничем не формирую ничего не отрываю растут они сами по себе если в ведре я их формирую там удобно здесь они сами по себе растут и ладно нам много огурцов не надо сколько вырастут столько вырастут потому что мы семнадцатом восемнадцатом году закрыли 30 банок огурцов таких соленого мариновано мы до сих пор там не съели там у нас еще банок 17 осталось вот прошлом году три банки нам набрали огурцов ну и позапрошлым вот потому что они заболели корневой гнили огурцы не не делал обработка а здесь обработку делал от корневой гнили сегодня начнут у вас или листья пожелтеть сразу брызгайте это молочная сыворотка литр чайная ложка зеленки а потом можно добавить и здесь еще немного и вот разболтать и поливать по корням от корневой гнили также можно засыпать выше делать то есть сам ствол засыпать там а будут образоваться дополнительные горни это на всякий пожарный так ну ладно потом поливать огурцы надо утром и вечером то есть надо утром рано встать полить и вечером тогда огурцов будет много если огурцой вы разрезаете они внутри такие ну видно что то вроде как полоска такая это говорит о том что не хватает влаги огурца и получается внутри пустотелые обязательно два дня и то есть два раза понимать утром и вечером желательно утром это часов 8 надо поливать теплой водой мне как раз вода как раз есть она нагревается от периметального солнечного горячего солнца светит у меня уже с крана вода горячий бежит можете сами сделать я там видео вам снимал как делать периметальный солнечный нагреватель то есть солнце светит уже вода горячий с крана бежит и также вечером солнце уже садится а вода у меня 70 литров кипятка я его развожу холодной водой и поливаю огурцы а добавляю еще organic mix для огурцов комплексное удобрение такое органическое чтобы они как бы там все если молебден и все компоненты что там но есть там то есть там в этом organic mix они все туда намешали единственное что надо размешать колпачок на 10 литров воды теплой и огурцы надо обязательно поливать теплой водой холодной водой огурцы нельзя плевать то есть когда от холодной водой поливаете огурец у него задерживается рост обязательно надо теплой водой чтобы вот так тепленькая водичка вот видите упал что надо делать надо подвязывать то есть надо вот так заплетать его так вот я показывал даже можно усы там завязывать узлом убрать вот одной рукой пропустить и вот так затягиваем то есть узелком затягиваем и он через час вот он сам туда закрутиться то есть надо вот эти плети их надо поднимать потому что и легче огурцы собирать а то не будут висеть там и все вот с вами канал все для огорода жмите на колокольчик вот и распределять чтобы не куча они росли по сетке а именно чтобы в разные стороны то есть один сюда направить другой видите сюда полез вот так вот заправляем этот узлом завязываем там то есть помогать огурцу чтобы он велся по этой сетке сетка двусторонне с одной стороны она получается и с другой стороны раньше навязывал разных там проволок вот к бачке тоже растут хорошо сегодня на кабачок срежу вот к бачке тоже поливай два раза теплой водой утром и вечером вот спасибо друзья за просмотр своим канал все для города жмите на колокольчик подписывайтесь всем пока пока